Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admirals и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы, как всегда, обсудим, что произошло на предыдущей неделе, что ждать на этой неделе, поговорим о инструментах валютного рынка, фондового рынка, ну и разберем, конечно, ключевые события. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится и вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Итак, сегодняшней темой нашего выпуска будет как раз подходящий к концу сезон отчетов, который является рекордным с 2008 года. И как раз в начале этого видео я хотел разобрать ключевые моменты, ну и, собственно, пояснить, что дальше за этим может быть и как может отразиться это на фондовом рынке. Я привожу по статистику с портала FactSet, они собирают информацию с 2008 года, поэтому здесь они как раз делятся своим исследованием, которое я и привожу в данном видео. Важно сказать то, что данный сезон отчетов является рекордным с 2008 года и количество компаний, которые отчитались лучше, чем ожидались, то есть прогноз был построен аналитиками, причем они его повышали периодически. Порядка 87% компаний из индекса S&P 500 считались лучше. И мы с вами прекрасно понимаем, что был 2020 год, второй, третий квартал 2020 года были не самые лучшие, поэтому, в принципе, от того, что было, то есть, можно сказать, такой некоторый эффект низкой базы, он произошел. И, тем не менее, компании дали более высокую доходность, чем это было, соответственно, в прошлом году, но, соответственно, превысили все ожидания. Что также интересно, интересно то, что по секторам, мы видим, практически по всем секторам мы видели данный прирост. Лучше всего показал сектор HealthCare, коммуникационный сектор, также сектор информационных технологий. В отстающих были, ну, ЖКХ, скажем так, Утилитис, они показали меньше, но, тем не менее, прирост был там чуть меньше 70% и чуть меньше был прирост как раз в секторе Materials. Что, собственно, здесь интересно то, что, да, все сектора подрастают, но есть традиционно отстающие. То есть, сектор Утилитис, он никогда там особо быстро не рос, поэтому здесь от него ожидать, что это было, в принципе, маловероятно. А в том числе, да, если посмотреть выручку, да, которая превзошла, опять же, ожидания, то, да, здесь она составляет примерно 4,9%, да, то есть, в среднем. То есть, такой бенчмарк, это примерно 1,2%, но вот мы видим то, что эти темпы роста как раз стали появляться после второго квартала 2020 года. И они, ну, довольно-таки сильно увеличились, то есть, по сравнению даже с, если брать данные с 2016 года. Также здесь мы видим по выручке отдельно по секторам, да, то есть, энергетика, коммуникационный сервис, информационные технологии также, да, все немного прорастали. Но энергетика, опять же, за счет роста и нефти, да, ну, собственно, выручка здесь, она за счет этого увеличивалась, так как росла стоимость основного актива. Ну, и также процент роста выручки, да, то есть, сейчас он наколеблется год к году, ну, год к году, да, этот показатель на уровне порядка 25%. Здесь мы видим фактически, что за весь год динамика, она, ну, растущая, да, и последние несколько месяцев произошло как раз ускорение, да, с примерно 20% до 25%. Что здесь важно иметь в виду? Ну, во-первых, сейчас ситуация такая, то, что и индексы находятся на локальных максимумах, и там S&P 500 на прошлой неделе также обновился локальным максимумом, и компании отчитываются, казалось бы, хорошо, но не все компании находятся в росте, да, опять же, есть ключевые компании, которые двигают индексы вверх, что Dow Jones, что Nasdaq, что S&P 500, но есть большое количество компаний, кто и отстает, и вот этот, вот этот дисбаланс, да, который мы сейчас видим, я говорил об этом тоже в предыдущих видео, он может вылиться как раз в коррекцию, которая на рынке может произойти, опять же, да, то есть там не 30-40%, но 10-15% коррекции вполне вероятно. И что, собственно, боятся сейчас рынки, это ситуация вокруг ФРС, да, это сворачивание политики стимулирующих мер, который может произойти уже в сентябре, и более вероятно, ну, произойдет уже до конца этого года, но сейчас делается ставка на сентябрь, да, поэтому вот на этом фоне как раз на, опять же, на росте вот этих опасений, которые, с которыми мы начнем как раз осень, рынки могут начать корректироваться, то есть здесь тоже это нужно понимать и быть к этому готовым, потому что сейчас, опять же, если говорить про долгосрочные инвестиции, да, заходить там в активы, которые сейчас находятся на локальных максимумах, не самое разумное, ну, в принципе, это не самое разумное действие, да, покупать дорого, да, нам нужно как трейдерам, как инвесторам покупать дешево, да, и затем уже продавать дорого, поэтому отдельные компании, да, то есть отдельный стокпикинг бумаг, которые корректируются, да, то есть по которым мы видим коррекцию там 20-30% уже, да, уже сейчас, даже в индексе S&P 500, да, это могут быть как раз интересные моменты, это тоже нужно ожидать, что эти компании на общей коррекции по индексу S&P 500 тоже могут, соответственно, скорректироваться, да, но, скорее всего, коррекция будет не такой сильной, и потом будет возможность также их докупить, чем покупать акции, которые сейчас уже торгуются по локальным максимумам, поэтому здесь этот момент тоже нужно ожидать, соответственно, сейчас уже на открытии понедельника мы видим то, что происходит коррекция и по фондовому, и по индексу S&P 500, и европейские индексы также корректируются после обновления исторических максимумов, которые были как раз на прошлой неделе. Доходность десятилеток сейчас находится на уровне 1.28, соответственно, сейчас вот здесь есть график годовой, да, возврат по ключевым индексам, да, сейчас мы видим то, что S&P 500 на первом месте, и Dow Jones обогнал NASDAQ, да, по своей доходности. Соответственно, также здесь важно отметить то, что на прошлой неделе выходили данные по инфляции, они вышли в среднем, ну, неплохие, да, то есть растет инфляция меньше, чем ожидалось, поэтому это тоже довольно-таки неплохо на текущий момент, ну, в связи с тем, что активный рост, да, вот инфляции, он был, да, и этого тоже опасались, но, тем не менее, сейчас вроде все пришло к норме, ну, и, ну, опять же, мы идем к заседанию ФРС, которое будет в сентябре, и вероятность сворачивания стимулирующих мер, она становится все выше и выше, что, собственно, может негативно отразиться на фондном рынке в целом, да, то есть мы можем увидеть коррекцию. Ну, и в том числе, да, также на прошлой неделе, на позапрошлой неделе были данные по инфраструктурным проектам Байдена, которые, там, на сумму более триллиона, соответственно, да, будут компании, которые от этого выиграют, те компании, которые заняты в производстве, строительстве, то есть, ну, как пример, там, Caterpillar, это то, что есть в моем портфеле, да, акцию, которую я покупал уже больше года назад и продолжаю ее держать, вот, то есть, опять же, по таким вещам, то есть, если в какой-то сектор будут заходить, да, если туда будут давать деньги отдельно, да, то как раз такие бумаги, они могут довольно-таки себя неплохо показать. Ну, и то, что я говорил тоже в предыдущем видео, очень много компаний сейчас даже из индекса S&P 500 после этого сезона отчетов мы видим довольно-таки неплохие по P-Ratio, поэтому сейчас, если вы, там, для себя какие-то акции планировали купить, да, но вам они казались, сказалось, что они стоят дорого, то вот сейчас имеет смысл тоже еще раз на них посмотреть и, возможно, какие-то акции в свой портфель добавить. Теперь, что у нас на эту неделю по календарю, по Японии выйдет квартальный ВВП, будет опубликовано сегодня, завтра будут опубликованы по Великобритании данные изменения числа заявок на пособие по безработице, также по еврозоне выйдет ВВП квартальный, розничные продажи по США будут опубликованы во вторник, в среду, как всегда, изменения с запасов сырой нефти, а также разрешение на строительство и данные по процентной ставке в Новой Зеландии. В Австралии изменение занятости населения будет опубликовано и в пятницу розничные продажи по Великобритании, Канаде и индекс розничных продаж также выйдет по Канаде. Ну, довольно-таки спокойная неделя, тем более завершается сезон отчетов, но вот наибольшая волатильность как раз на рынке может произойти уже непосредственно с приходом сентября, да, то есть максимально активный сезон сентября, октябрь, ноябрь, где мы довольно-таки неплохую волатильность на рынке можем увидеть. Теперь по ключевым инструментам. Начинаем мы наш разбор, как всегда, с валютной пары евро-доллар. По евро-доллару пока мы все еще не можем преодолеть отметку 1.17 и вблизи данного уровня поддержки, то есть я для себя тоже его рассматривал как зона для покупок с перспективой того, что можем, да, еще скорректироваться на 1.18.50 или даже на 1.19. Пока общая динамика, которую мы видим за 3 месяца, она нисходящая, но мы сейчас уперлись в область поддержки, от которой как раз вот данная коррекция может и произойти. Поэтому здесь я для себя тоже вошел, да, в данную позицию на прошлой неделе. Люблю такие входы, то есть как раз вот то, как мне нравится входить, то есть произошло закрепление выше максимума предыдущего дня, да, это был здесь локальный минимум, затем коррекция примерно на 50%, и здесь я практически по минимальной цене, которая была в этот день и вошел. Сейчас стоп-лосс я уже передвину за минимум, который был 12 августа, когда я заходил в позицию. Ну и чем дальше это движение будет идти, тем я, соответственно, буду перемещать стоп-лосс, возможно, еще часть позиции тоже доберу, да, то есть еще открою позицию в этом же направлении. Тейпрофит у меня стоит в области 1.19 на текущий момент вот по данной. По данной валютной паре, пока здесь все идет по плану, но опять же здесь я заходил чуть меньшим риском, да, чуть меньшим объемом, потому что пока все-таки брать, если последние 3 месяца, то тренд у нас нисходящий, да, вот здесь это тоже важно понимать. Соответственно, по паре британский фунт, американский доллар, здесь пока я позиции не планировал, у нас здесь больше такой боковик сформирован, поэтому здесь вот данную валютную пару пока оставляю без внимания, и пока здесь ничего делать не буду. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь у нас делают, происходят опять попытки начала роста, да, по данному инструменту. Здесь мы довольно-таки неплохо росли последние, опять же, 3 месяца, и была у нас коррекция, да, была коррекция у нас на прошлой неделе, сегодня мы смогли закрепиться выше максимума, которые были сформированы в пятницу, и здесь я для себя поставил отложный ордер на то, чтобы присоединиться как раз к этому движению. Опять же, не входил по рынку, если будет еще коррекция в область тех минимумов, которые были сегодня на открытии рынка, да, ночью, примерно 50% движения, которое у нас было четверг и пятницу, то вот в эту позицию я бы тоже присоединился и ее бы тоже поддержал, но не по текущим ценам. А по паре американский доллар, японская иена, здесь мы двинулись как раз по нисходящей, здесь, к сожалению, до моего отложного ордера цена не дошла, но, тем не менее, пока сценарий тоже реализуется, здесь у нас сохраняется движение нисходящее. Опять же, область поддержки у нас это 109.15, от которой уже тоже можно будет посмотреть и попробовать купить, да, потому что здесь тоже пока в течение, ну, практически полутора месяцев у нас идет боковик, и если не будет сразу же пробить вот область минимальных значений, которые мы видели в середине июля, да, в начале августа, если все-таки удерживаемся выше данного уровня, то здесь я тоже буду пробовать немного покупать, да, данную валютную пару. По австралийцу, по австралийцу здесь пока мы видим, с одной стороны, да, область поддержки, там, на уровне 73, 73.30, она удерживается, то есть, у тебя та область минимальных значений, которая была показана во второй половине июля, да, и практически весь август, поэтому здесь я тоже для себя пока принял решение тоже попробовать войти небольшим объемом на покупку. То есть, здесь цель у нас стоит довольно-таки близко, да, вот стоп-лосс у нас стоит за локальный меню, который был как раз сформирован на прошлой неделе, и я вошел по рынку, то есть, здесь как раз вот сегодня была коррекция, на прошлой неделе у нас было закрепление выше максимума в предыдущей торговой сессии, да, то есть, можно было входить еще чуть ниже, но на тот момент эту позицию я не открывал, но вот сделают сделку, соответственно, сегодня, поэтому здесь тоже пока краткосрочно, здесь ожидаю укрепление австралийского доллара против американского доллара. Не факт, что это продлится долго, да, так как, опять же, здесь у нас все-таки пока тренд на протяжении, там, трех-четырех месяцев у нас сохраняется нисходящий, поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным. А по новозеланцу такой позиции здесь, ну, интересно не было, да, были интересные позиции, чуть, там, пару недель назад, но здесь пока тоже наблюдаю, да, пока новых идей здесь нет. А золото, ну, по золоту, в принципе, да, было желание купить его чуть ниже, да, особенно после той коррекции, которую мы видели на прошлой неделе. Соответственно, здесь я тоже ставил отложенные ордера на прошлой неделе, но мы очень быстро стали восстанавливаться, поэтому до моего отложенного ордера цена не дошла, поэтому здесь я позиции не открывал. Опять же, у меня куплены также акции золотодобывающих компаний, если золото растет, то в любом случае подрастают и акции, которые у меня есть в портфеле, которые именно завязаны на золоте, ну, в данном случае пока это только компания Barry Gold. Ну, и теперь по индексам, индекс DAX на прошлой неделе, да, в пятницу закрыли неделю мы обновлением исторического максимума, сегодня открылись небольшим гэпом и сейчас вот как раз закрыли этот гэп, но пока есть предпосылки на то, что еще пару дней мы можем корректироваться. Опять же, мы с вами помним, что все коррекции, которые на рынке происходят, их откупают достаточно быстро, но тем не менее. То есть, опять же, заходить там в рост пока не буду, но если будет более затяжная коррекция там на 15500 или там на 15000 ровно, то, конечно, я для себя тоже рассмотрю возможность захода в данные позиции. И по S&P 500, опять же, коррекции, они происходят, да, то есть, мы видим это в течение практически всего года, да, были коррекции там и в январе, и в марте, да, и в апреле, да, и в июне. То есть, вот такая же коррекция, в принципе, может произойти, но опять же, как я и говорил, один из сценариев, который я для себя ожидаю и, в принципе, буду на него ориентироваться, это то, что при сворачивании стекулирующих мер в США, да, о котором могут как раз объявить в сентябре на рынке, может быть более затяжная коррекция. Поэтому эту возможность я рассмотрю для себя, как, во-первых, заходить в индекс S&P 500, то есть, коррекция будет там 10-15%, ну и также добавлять в свой портфель акции, да, которые также просядут вместе с индексом. По нефти, по нефти у нас также продолжается снижение, в целом мы торгуемся вот в диапазоне там 70-68, и после прошлой недели, фактически, сейчас мы вновь продолжаем корректироваться. Ну, вот это движение было в пятницу, то есть, да, первую половину недели мы подрастали, но общий тренд пока сохранится нисходящий, поэтому здесь ориентиры по движению это 68-67, по нефти марки Brent вполне вероятно, что на этой неделе мы можем увидеть. Ну, и картина по индексам, она плюс-минус похожа, Dow Jones тоже локальный максимум, тоже мы видим такую небольшую разворотную модель, которая произошла на дневном таймфрейме, и вполне вероятно, что коррекция также здесь может последовать. NASDAQ не обновил локальный максимум на прошлой неделе, в отличие от Dow Jones и S&P 500, но, тем не менее, торгуемся достаточно близко к ним, и здесь как раз инициатива может перейти уже непосредственно к высокотехнологичным компаниям на этой неделе. Да, за этим тоже будем, соответственно, следить. Ну, что ж, неделя завершается, да, то есть подходит к концу сезона отчетов, не все компании уже читались, но остался совсем небольшой процент, а в районе 9% компаний с S&P 500, и, собственно, будем ждать, да, будем ждать, как завершится данный сезон, и будем готовиться к сентябрю, потому что там волоктильность может быть гораздо выше, гораздо интереснее, и нужно будет рассматривать, да, эту возможность. Поэтому всем желаю хорошей торговой недели, хорошего дня, увидимся с вами через неделю. Вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях к этому видео, ну и не забудьте поставить лайк, если вам нравятся эти обзоры, и также подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok